всем привет дорогие мои друзья меня зовут мария кто еще не знает очень приятно вас приветствовать на своем канале сегодня я хочу с вами вместе немножко вдохновиться и рассказать вам о своем актуальном процессе кто еще не знает кто подключился недавно на мой канал кто присоединился недавно на мой канал то еще не знаком с этим процессом так ну что мои дорогие усаживайтесь поудобнее берите в руки ваше любимое дело вязание может быть кофеек чаек как и у меня буду пить кофе и немножко вдохновляться вместе с вами расскажу вам о моем актуальном процессе великолепном ну можно сказать да очень праздничном гламурном так как вам уже видно здесь поедки 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 приступим давайте сядем поудобнее и я вам все расскажу так ну что друзья устраиваю здесь поудобнее место не знаю как вместить всю деталь в ракурс то чтобы поближе было если камеру настраиваю далеко куказать слишком далеко ничего не видно но думаю так более-менее вам видно да ведь это не мастер-класс по петельной где надо прям присматриваться хочу с вами поделиться потому что зрители которые недавно тоже подключились подписались на мой канал спрашивали меня мария что это за процесс про этот процесс хотя у меня уже есть в логовое видео где я делюсь и рассказываю о своем начатом процессе но все равно да теперь посвящу это видео только этому процессу и познакомлю вас так в первую очередь давайте покажу вам пряжу с которой я вижу это пряжа вот такой мохнатик друзья но к сожалению у меня нету этикеток на этой пряжи не было этикеток мне так подарила ее алена и алена тоже уже не помнит и не знает состав что и как в общем вот так вот вижу и догадываюсь да в общем догадки мои говорят или опыт что здесь в любом случае есть но это не стопроцентное там натуральный состав тут присутствует акрил видите она очень волосистая такая очень мохнатая вот эти волосики которые вот так очень торчат это не натуральные волосы волокна не натуральная да там волос как сказать шерсти вот выпало с головы и похоже больше на акрил конечно но сам шнурок вот состав до шнурка я не могу вам точно сказать возможно и присутствует какая-то мягкая какая-то мягкая натуральная шерсть вот по запаху тоже не могу определить типичный запах шерсти не присутствует вот такие дела друзья возможно кому-то прямо на первый взгляд известна или знакома это пряжа пожалуйста напишите как вы думаете что вы думаете что это за пряжа какой состав я знаю только что это 50 грамма точек и метраж очень экономный потому что я связала вот эту спинку да она вполне широкая и узор ежевика бромбер который я использую в своем процессе она берет любит расходовать пряжу любит жрет то есть пряжу но несмотря на это мне на вот эту спинку понадобилось ушел один моток с половиной я считаю это немного вот ну конечно смиксовала я ее с вот такой прелестной пряжей паеточной сопроводительной у меня с были в запасах два вот таких моточка и еще вот такой цвет сейчас вам покажу вот такие два цвета я упала вниз но ничего страшного мне еще 2 здесь так вот такие вот два моточка у меня были и вот таких вот вот цвет вам скажу светлого цвет светлого моточка номер один цвет темного темно-синего номер 04 и эта фирма он онлайн 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 да он лайнда фирма онлайн вот так называется это пряжа кому интересно и в 25 грамм у нас 390 метров вот такие рекомендации даются по этой пряжи друзья я купила еще два вот таких мотка на амазоне сама зона выписала один моточек стоил 495 до в пределах 5 евро друзья если я не ошибаюсь ну да примерно так уже листочек потеряла не знаю где в любом случае я вдохновилась на эту пряжу и на эту когда поняла и увидела что они должны быть вместе друзья вот такой эффект он у меня у меня получился в итоге как вы видите да чернильный цвет с такими пайетками которые металлического цвета переливаются разными тонами а когда пряжа соединилась друг с дружкой они вообще как-то друг друга пополнили так классно прелестно что мне кажется был хороший выбор удачный мне понравилось так как в этой пряжи есть люрекс да вот этого пряжа имеет люрекс помимо пайеток она еще и с люрексом и для меня это было как-то слишком думаю ну как куда ее пристроить люрекс я не так уж люблю и когда я связала образец мне очень очень понравился эффект образец у меня вот связан да и мне понравилось как пайет очная пряжа ложится в этой прям мохнатой пряжи люрекс куда-то исчезает пропадает на первый взгляд значит глаза бросаются нежные пайетки друзья о в общем я восторге честно говоря от этой композиции и решила связать укороченный кардиганчик в начале была идея кардиганчик но потом сразу у меня переигралась мысль и я захотела сделать изделие на молнии молния с молния я еще никогда не работала не вшивала только ну как на машинке швейной обвязанные изделия я еще не раз не вшивала поэтому для меня это будет также первым первый раз первый класс то можно сказать буду учиться вшивать молнию надеюсь справлюсь на ю тубе очень очень много мастер-классов как вшивать в молнию вязаные изделия так что я думаю с этой задачей я справлюсь задача будет другая найти молнию я уже обходила все наши местные магазины которые вообще остались у нас все магазины рукодельные закрываются переходят на интернет магазину так вот пошла в прошлое на прошлой неделе в город в центр города в магазин где продают все для шитья материалы и там есть отделение с пряжей этот магазин был закрыт полностью то есть его уже не будет в других двух рукодельных магазинов магазинах также не было молнии в общем проблема друзья найти молнию подходящую мне нужно молния какую я хочу металлическую серебряного чтобы сам трактор даст чтоб сама молния была серебряная ну сами понимаете и видите да что сюда как ничто другое подходит только серебро будет подходить к пайеткам пополнять давать какую-то еще изюминку изделию именно серебряного цвета металлическая нежная она должна быть глянцевой и нежной ними так ним матированной не матовой вот друзья это что касается задумки этой модели модель будет свободного покроя укороченная как вы видите высокая резинка она будет в области талии потом спущенное плечо прямая пройма значит с пройма и заморочек здесь много не будет так как спущенное плечо и прямая пройма рукава будут привязаны или пришиты или буду вывязывать напрямую из проймы или же я еще об этом думаю буду вязать рукава снизу вверх то есть свяжу сначала резинку и потом ну как прибавлю петли да вот примерно рукав у меня будет вот такой ширины вот еще по об этом буду думать вот такой ширины примерно будет рукав не сильно широкий и не узкий ну так как модель воздушная как вы уже поняли я люблю такие воздушные изделия да об этом я еще обязательно вам скажу и по этой модели хочу продвинуться в декабре и уже закончить друзья к сожалению она не попадает в конкурс так как это еще процесс они готовая работа но наш год еще не закончился я думаю что в декабре я ее уже смогу начать одевать вот только бы решить проблему с молнии надо по зайти на интернет-магазин и посмотреть какую молнию может быть что-то найду уверенно просто в интернет-магазинах тяжело определиться какая молния на самом деле грубая она или нежная вот в этом будет проблема так друзья что хочу еще сказать по этому изделию до вижу я на спицах номер 6 и 7 резинка у меня было было провязано на спицах номер шесть сейчас я вам покажу мой накидок запись покажу вам сейчас списочек которые это мой черновик я записала уже что и как так это касается конкурса так вот мы черновик не обращайте внимание друзья я его конечно исправлю это мой черновик да где я уже записала кое-какие моменты то есть вот резинку я начинала семьдесят четыре петли набрала на резинку спицами номер шесть и у меня итальянский набор петель затем провязала четыре ряда итальянским ой и резинкой полой резинкой и потом распределила ее на резинку 2 на 2 так это резиночка примерно какой она у меня высоты ну примерно на 10 сантиметров высотой у меня если не ошибаюсь сантиметра рядом нет вот после того как я связала резинку я в изнаночном ряду убрала 10 петель убавила почему убавила потому что узор ежевика английский называется он очень расширяется поэтому мне пришлось убавить петли они как в обычном случае мы добавляем да я убавила петли и вот посмотрите он очень даже расширяется узор расширяется после резинки убавила 10 петель и вязала просто напрямую до плечевых скосов до тех пор пока не начала делать плечевой скос и одновременно вырез горловины вырез горловины скос плеча это все классический метод поворотными укороченными рядами видно да что я закрыла здесь за три раза и к сожалению у меня не получается здесь закрыть спицами хотела закрыть методом трех спиц но при поворотных укороченных рядах сбивается узор узор идет в шахматном порядке поэтому он сбивается и я решила закрыть просто как обычно и буду сшивать да не не пугайтесь что казалось бы выглядит грубо до закрытия это такой узор или получается что но образуется такая лесенка но поверьте если вы аккуратно выполните шов тем более пряжа такая легкая мягкая там вообще ничего видно будет буду пробовать конечно если получится все с вами поделюсь как и что друзья так что у меня на актуальный момент связано связано у меня спинка спинка уже закончена и две половинки друзья вот половинки у меня также выполнены вот вырез горловины скос плеча вырез горловины у меня не глубокий так как я планирую высокий воротник как воротник стойка до воротник стойка вот такой моделькой это будет у меня друзья полочки немножко ну как в середине я оставила немножко места потому что будет вывязываться возможно еще бейка и вшиваться молния поэтому они так я их набрала петли чтобы посерединке как бы еще место доставила на бейку и замочек сейчас конечно камера передает очень все темно ну в принципе нет ой друзья скажу вам как я довольна этим полотном вы не представляете как мне нравится сейчас вот камера немножко передает до что пайетки переливаются но на самом деле когда вы стоите на солнечные лучи я начала это изделие обязать в сентябре на улице было еще солнце и как она переливалась на солнце это вообще красота а если вы стоите вообще под цвет под светом до в свету вот лампа светит пайетки очень переливаются и очень очень красиво напоминает мне это темное вечернее небо звездночное небо что-то такое как млечный путь до друзья надо еще придумать оригинальное название этому изделию так что у вас задание если хотите если вам интересно можете написать ваше предложение о названии я подумаю конечно включу еще не но свою мысль но свою идею и мы дадим вместе название этому изделию друзья на этом хочу закончить свой не такой влог до который посвятился этому процессу друзья пожалуйста если у вас есть какие-то вопросы задавайте мне я с удовольствием отвечу но не будем забегать вперед что касается всех технических всех технических моментов по этой модели так как я еще не закончила изделие мне надо сейчас сшить боковые швы сшить плечевые швы и буду думать над рукавом начать его вывязывать с проймой или снизу почему потому что у меня пряжа пайет очная и я хочу сделать итальянский набор петель да так как у меня итальянский набор петель мне рукава манжеты придется закрывать иглой но чтобы закрывать иглой и вот это вот пряжа мохнатой пайетки тяжело просовывается через петельки поэтому я так подумала почему бы мне не заморачиваться просто набрать снизу и связать рукав снизу вверх до набрать как его полочки и спинку я вязала итальянский набор посмотрите как это аккуратненько выглядит прям и обожаю вообще итальянский набор петель такой край красивый получается раньше я всегда вязала обыкновенным набором ничего не знала что есть вообще что такое итальянский набор петель друзья но как говорится до век живи век учись всегда чему-то новому учимся тем более вязальный youtube нас может но сделать из нас уже профессионалами по вязанию можно сказать столько информации всего по всему всяких техник вязания так что можно действительно очень всему научиться многому чему научиться не проходя какие-то школы но да при всем этом нужно желание если желание нету то ничего не получится нужно всегда иметь желание энтузиазм волю силы воли и пробовать не сдаваться так поэтому да друзья буду вязать рукава скорее всего снизу вверх и пришивать как буду пришивать обязательно с вами поделюсь конечно могу тоже не могу а планирую делать общий обзор в конце будет общий обзор по этому изделию и буду делиться с вами чтобы у вас было в копилке на в копилке мастер-класс обзор на это изделие друзья так пожалуйста напишите нужен ли вам мастер-класс по этому узору потому что узор очень известный я думаю на ю тубе он тоже есть у многих уже но все равно пожалуйста напишите мне снять мк на этот узор или нет друзья узор в принципе видите он какой ажурный но на этой пряжи на вот такой мохнатой он выглядит эти дырочки но не бросаются в глаза то есть вентиляции тоже хватает здесь красивый узор очень не нравится друзья этот узор я очень очень давно связала на и на лет шесть назад на образце и всегда говорила так когда-нибудь что-нибудь я свяжу с этим узором вот пришло время друзья вижу друзья на этом хочу закончить свое видео пожелать вам всего доброго позитивного приятного творческого вдохновения самое главное здоровье друзья и мы уже встретимся во второй части нашего грандиозного конкурса не забывайте что вас ожидает очень очень позитивное приятное время и мы очень рады что чтобы с нами я очень сердечно вас благодарю я благодарю вас лично сердечно от всей души за вашу поддержку за ваше участие активное и за много-много комплиментов за добрые слова за позитивные друзья вы создаете нам также праздник на этом хочу с вами попрощаться но ненадолго до следующего включения к пока